Приветствую вас, мои дорогие! Вы на канале Жанны Фетисовой. Спасибо, что заходите ко мне в гости. Сегодня я хочу поговорить в очередной раз о белорусской косметике. Вы несколько раз уже задаете мне один и тот же вопрос. Не боюсь ли я ненатуральных составов белорусской косметики? Отвечаю вам, нет, не боюсь. Я не страдаю фобией по поводу ненатуральности косметики. Вы должны знать, что ни одна косметическая компания не указывает полностью 100% на все составляющие своих косметических средств. Во-первых, потому что они не обязаны это делать. Они обязаны указывать только основные действующие, опять же, на их взгляд, компоненты. Во-вторых, потому что есть запатентованные составы. И во избежание копирования другими компаниями этих составов, составляющих этих компонентов, полностью не указано. Так что я надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Ни разу никакой аллергии у меня не было. Ну и вначале у нас с вами будет несколько уходовых средств, о которых я расскажу. Какие-то я уже попробовала, какие-то еще нет. И потом мы с вами приступим к макияжу новинками белорусской косметики декоративной. Сейчас у меня три средства по уходу с волосами. Я говорила вам о том, что я занимаюсь сейчас восстановлением волос. Короткая стрижка. Самое удобное время для того, чтобы что-то полезное сделать для своих волос. Если кому интересно, что входит в мой комплекс восстановления волос, смотрите, пожалуйста, мое видео. Оставлю вам вот здесь ссылочку. Приобрела от компании Белита вот такой набор средств. Это Мезо маска. Быстрый рост и густота волос. Еще пока их не попробовала. И Мезо шампунь. Быстрый рост и уплотнение волос. Для тех, кто пробовал такие средства, пожалуйста, дайте мне какой-то отзыв. Я еще пока их не попробовала. Мне было бы очень интересно. Они не запечатаны. Аромат абсолютно нейтральный у маски, по крайней мере. Практически без аромата вот этот Мезо шампунь. Хорошо для тех, кто не любит, например, ароматы в косметике. Следующее средство это флюид кондиционер для придания плотности, опять же, волосам. То есть я пытаюсь сделать волосы более плотными. У меня они довольно тонкие. Средства я тоже не пробовала. Те, кто пробовал, пожалуйста, расскажите мне, как вам оно. Называется это Облепиха Лайн. Аромат у нее, да, чуть-чуть напоминает облепиху, но не сильно. А что я еще приобрела и уже один раз попробовала, мне понравилась. Это интенсивная сыворотка-корректор для лица против веснушек и пигментных пятен от Vitex. Небольшая упаковка, 30 мл. Vitex делает такие необычные упаковки. Вроде бы сыворотка против пигментных пятен должна быть как раз большая, а крем для глаз маленький. Вот, например, Vitex крем для глаз мне очень понравился с ретинолом. Вот он был такой же, как и сыворотка, а сыворотка почему-то маленькая. Но да ладно. У нее такой слегка-слегка кремовый аромат. Наносила я ее после тонера. И мне понравился результат. То есть у меня не было никакой аллергии, кожа была уволожнена. И тем не менее я чуть-чуть как бы она подсветляет кожу. С чего я начинаю свой макияж? Это вот с такого тоника. Ideal Whitening. Вы видите, с той же самой серии отбеливающей от Vitex. Одна в туалетной комнате, бутылочка у меня такая стоит, и вторая на моем туалетном столике. Мне он очень нравится. Аромат кремово-фруктовый, но довольно сильный, интенсивный. Однако он полностью исчезает на коже. Как только я наношу его на ватные диски, естественно, эти тоники в избежание ожога и шелушения не наносятся под глаза, поскольку здесь есть AHA кислоты. У кого очень гиперчувствительная кожа, вы можете почувствовать легкое-легкое покалывание. У меня нет никаких неприятных очищений от этого тоника. Потерла им лицо. Естественно, под глазами нет. Далее, чем я воспользовалась, это вот такой вот тоник от Belita Vitex. Retinol и Magni. Я только что сказала вам про крем под глаза. Он из этой же серии. Вот этот коррекция маршин тоник мне очень нравится. Он имеет такую густую-густую структуру геля. Он хорошо увлажняет. Вот именно перед макияжем, если вы не хотите перегрузить свою кожу, да, особенно, кстати, вот у кого жирная кожа, мне кажется, вы можете просто использовать этот тоник даже в качестве основы под макияж. Ароматы в этой серии для меня довольно приятные. Такие легкие фруктовые ароматы. Показывала вам вот такую базу под макияж. Она силиконовая от Belita. Каждый день не рекомендуется, конечно, использовать силиконы. Какие-то длинные поездки для того, чтобы макияж держался хорошо, я использовала. Сегодня вместо нее я решила нанести вот такой вот новый крем, который я приобрела от Vitex. И это крем для кожи вокруг глаз и губ, заполнение морщин. То есть он фактически тоже должен быть такой вот силиконистый. В креме больше уходовых средств, нежели, естественно, в просто силиконовой базе под макияж. Поэтому я решила попробовать его сегодня. Для того, чтобы понять, какая будет разница, я нанесла его вначале на правую часть лица. И, честно говоря, разницы не увидела. Было только в ощущении. Более приятное, более такое, я бы сказала, увлажненное, что ли, мягкое. И сторона была правая. Но визуально я не увидела никакой разницы, поэтому нанесла его на все лицо. Просто как база такой увлажняющая под макияж сегодня. И под глаза в том числе. BB крем от Vitex я нанесла на все лицо. И под глаза с помощью кисточки Aqua Active 6 уровней увлажнения. Мне нравится это средство. Оно хорошо подстраивается под тон кожи. И следующее, чем я воспользовалась, это вот такой новинкой. Для меня это новинка. Контурирование лица от Luxe Visage. Здесь у меня пудра-скульптор в тоне 3. С одной стороны, очень мелкодисперсная. Кстати, мне понравилась пудра. Многие ее ругают, не понимают, зачем она. Она действительно неплохо высветляет, закрепляет макияж. И вторая часть – это абсолютно контурирующий. Очень правильный, красивый тон. Он делает естественную тень, да, вот здесь вот под скулой. Иногда я корректирую еще вот эту часть, чуть-чуть нос. Ну, в общем-то, мне очень это средство понравилось. Как вы видите, оно не сильно заметно на лице. Я предпочитаю такие нюдовые все-таки макияжи. Довольно светлые пудры в этом наборе. А у меня сейчас в качестве основы как бы подложки под тени. Вот таким образом. И, кстати, некоторое время назад, когда у меня появилась такая возможность задать вопрос Вячеслава Михайловича Зайцева, с которым мне довелось работать на некоторых проектах. Какое он составил свое мнение по поводу моего стиля. Одежды, макияжа и так далее. То есть я не упустила такую возможность. Он ответил, что я могу не стесняться и на свою довольно большую грудь вешать, как он сказал, бусики. Не нужно стесняться украшений. Сегодня я с брошкой. По поводу моего макияжа он сказал, что в среднем возрасте очень правильный макияж. То есть не яркие, не интенсивные глаза. И далее уже можно варьировать губы яркими или более светлыми и так далее. Ну и, наверное, вы знаете, что я люблю много функциональность. Поэтому вот эту палетку Glam Look, которая была уже у меня, в номере 5. Здесь есть светлый оттенок, здесь есть оливковый, более темный оливковый, переходящий в коричневый и такой шоколадный. В сегодняшнем макияже я использовала три. Светлый, соответственно, тон я положила в уголочек глаза внутренний. И оливковым я оформила брови. Люблю использовать косметику по максимуму, не покупая специально тени для бровей. Палеточка хорошая, функциональна. Ну и также светлый цвет я кладу немножечко под бровь, чтобы сделать бровь, как говорят профессиональные визажисты, парящей. Для того, чтобы вот здесь вот было немножечко больше пространства, да, немножко приподнять бровь. Закрепляю брови мои в меру послушные. В принципе, они не сильно жесткие, как вы понимаете, все волосы у меня мягкие, кудрявые. Вот таким вот гелем от Luxe Visage. Тот же самый цвет, тот же самый скульптор, темную сторону я использовала в складку века. Это, на мой взгляд, самый удобный вариант для быстрого скульптурирования лица. Для увеличения, как бы, объема немножко ресницы, ресничный край я прокрашиваю вот таким фломастером от Reluid. Это такая подводка. У нее довольно удобный, очень тоненький такой, правда, он фетровый все-таки наконечник. Он чуть-чуть может подзабиваться в тени. В принципе, не критично, огромные стрелки я, как видите, не делаю. Такие тоненькие, слегка подчеркивающие. Вот этот темно-шоколадный я поверх стрелочки чуть-чуть выкладываю и немножко ухожу в складку. То есть, делаю стрелку менее выраженной. Следующее, что я использовала в своем макияже по полной, опять же, программе, это вот такие вот румяна. Использовала их и на щеке, и использовала их в качестве основного тона на подвижное веко. Да, сатиновый румяна от Luxe Visage. У меня они в потрясающем цвете персиковом, 16-м. При растирании они дают абсолютно похожий, очень похожий финиш на персиковые тени. Я люблю персиковые тени, они открывают глаза, они делают взгляд более свежим. И на ресницах у меня тушь от Luxe Visage. Вот такая в красной упаковочке, с красивой девочкой. Тут ее, в общем, ни с кем не перепутаешь, ни с какой другой тушью. Пуш-ап эффект. Не могу сказать, что очень сильно увеличивает, но кисточка мне нравится, в принципе. Она такая слегка, слегка изогнутая. С одной стороны короткий ворс, с другой длинный. И хорошо прочусывать реснички. То есть, дает такой вот естественный эффект. Я не люблю эффект драмы, я не делаю такой макияж, чтобы мои ресницы были видны с последнего ряда галерки. Мне это не нужно, сейчас я уже не работаю в театре, и я не балерина. Ну и теперь просто фурор. На YouTube очень много о нем говорят. Я тоже решила приобрести. Мне стало просто очень интересно. Мне ничего лишнего я не приобретаю. Того, что я чувствую, что я не буду использовать, скажем так, или никому не смогу подарить. То есть, просто, поскольку я все приобретаю за свои деньги, ничего лишнего я не приобретаю, только нужное. Smart Girl прекрасный хайлайтер. Он имеет очень такой, очень красивый оттенок шампанского. У меня как раз не белая, прям совсем кожа, а таким все-таки желтоватым потоном. На мне, как вы видите, вот этот хайлайтер смотрится очень естественно. Его не так прям сильно видно. Я не люблю такой непонятный, такой, скажем, металлический эффект на лице. Он такой очень естественный, он видимый, да, он такой светящийся, он хороший. Очень удачная покупка. Хайлайтер в тоне 1 от Smart Girl. Выступающие, да, места вот сюда на скулы, чуть-чуть на галочку над губой, на переносицу, чуть-чуть вот сюда. Ну и, соответственно, куда? Вот сюда еще немножко. Все. Сейчас, я надеюсь, вам видно, что он действительно имеет очень красивое свечение, так что это еще одна моя новинка. Нас ждет масса всего интересного. У меня 4 помады, 4, ребята, ну я просто вот не могла остановиться, честно вам скажу. Нравятся мне не все, подошли мне только 2. Одна из них сейчас у меня на губах, номер 125. Это та же серия Smart Girl и вот этот хайлайтер, который я только что вам хвалила. Цвет, как вы видите, очень насыщенный. Его сложно передать, он довольно сложный, он имеет такие всякие переливые оттенки. Очень неоднозначный, такой вот он, видите, между малиновым и розовым. Следующая помада из той же серии, Be Color, серия Smart Girl. Это уже номер 122, более яркие. Они кремовые, они довольно неплохо наносятся, но я использовала кисточку для того, чтобы выровнять вот этот край, да, потому что они яркие. Если чуть-чуть где-то ты этой кремовой помадой заехал, сразу же видно. То есть они не сразу такие схватывающиеся. Смотрите, вот они, в принципе, не сильно пачкаются. Вот эта помада сейчас уже пережила со мной чаепитие, потому что пока я снимала первую часть ролика, моя камера разрядилась. Карандаш от Belor Design. Просто по тону он мне не подошел. Это Smart Girl. Форма, в принципе, вот как вы видите, удобная, да, она выкручивающаяся. В принципе, не очень большой, да, объем здесь помады самой. Очень светлая, и она сильно полосит на губах. Я не знаю, видно ли вам на видео это или нет, но поверьте мне, она имеет очень странный вот такой персиковый оттенок. Я думала, честно говоря, будет более прозрачная, но нет. Она дает такую молочную полосатость на губах. И, к сожалению, последняя помада была тоже разочарованием. Это вот такая вот Heavy Metal, металлическая помада от Reluie. Выкручивается вот так, а не вовсе не с той стороны, как многие думают, не снимают с этим колпачком, ведь она так вот в форме помадки сделана. Цвет очень-очень красивый, но на губах он подчеркивает все неровности, все шелушения. Он делает губы такими маленькими, сморщинами какими-то. И он настолько некомфортно застывает на губах, ну просто какими-то полосками и к тому же ужасно сушит губы. Время в поисках хорошего бальзама для губ. У меня очень сухие губы, так что для меня вот это не вариант. Я подарю его любителям матовых помад, такие в моем окружении тоже есть. Ну что же, вот такое у нас сегодня с вами видео получилось о новинках белорусской косметики и уходовой, и декоративной, и о том, что я с удовольствием уже использую некоторое время. Не хотела расстроить любителей белорусской косметики. Это было всего лишь мое мнение о некоторых продуктах, которые, к сожалению, стали разочарованием. Но в основном мне белорусская косметика очень и очень нравится и, главное, подходит. Спасибо большое, что были со мной. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Также жмите колокольчик наверху, чтобы не пропустить мои новые видео. Я желаю вам удачи и будьте благодарны за все, что имеете. Пока!